За последние полгода в Сурхандаринской области освоено более 146 миллионов долларов иностранных инвестиций. Спектр проектов достаточно широкий. Это и производство строительных материалов, ковровых изделий, агросфера, логистика, выпуск готовой трикотажной продукции. Что немаловажно, стабильный доход благодаря трудоустройству получают в основном местные жители. Согласно данным, в первом полугодии 2023 в Сурхандарине освоено более 146 миллионов долларов зарубежных инвестиций. В результате чего, к примеру, в Байсунском районе совместно с партнерами из Турции реализовали один из перспективных проектов по производству строительных материалов. А в Музурабадском и Джаркурганском районах организовывают хлопково-текстильные и картофелеводческие кластеры. В Термесском же районе сдали в эксплуатацию логистический центр, создав тем самым 20 новых рабочих мест. Кстати, старт данному проекту был дан во время визита президента в регион в нынешнем году. В районе в этом году определено реализовать 37 проектов в общей сложности на 813 миллиардов сумм и создать тем самым 1057 новых рабочих мест. В первом полугодии уже запустили 8 проектов. Кроме этого, осуществляющими свою деятельность в районе более 20 иностранными предприятиями привлечены инвестиции на 7 миллионов 700 тысяч долларов. В данном районе также реализован крупный проект, стоимостью превышающий 20 миллионов евро по выпуску более 2 миллионов квадратных метров ковровых изделий в год. Технологическим оборудованием, завезенным из Германии, Бельгии и Турции, управляют более 100 работников из числа представителей местного населения. Сырье на 80% местное. Годовой показатель экспорта продукции составляет 3 миллиона долларов. На сегодняшний день производится 10 видов ковров, 40% которых отгружается на экспорт. Годовая мощность предприятия равна 11 миллионам долларов. Мы готовимся реализовать очередной перспективный проект, что повысит качество и отразится на разнообразии нашей продукции. Тем самым будет организовано еще 150 новых рабочих мест. А на швейном предприятии в городе Термезе трудится свыше 300 представительниц прекрасной половины. Здесь выпускают широкий ассортимент рикотажных изделий, спрос на которые растет и за рубежом. Здесь я владела профессией и теперь свободно выполняю свою работу. В настоящее время, к примеру, шьем детские куртки. Расширение масштабов строительства и реконструкции повышает спрос на современные строительные материалы. Пользуясь имеющимися в этом плане широкими возможностями, за счет привлеченных инвестиций в размере 4 миллионов долларов, в Джаркургане наладили производство газоблоков в объеме 75 тысяч кубических метров в год. Тем самым постоянные рабочие места обрели 80 человек. А на территории малой промышленной зоны отдаленного Сарайсийского района реализуют 8 проектов почти на 4,5 миллиона долларов, что позволит в будущем производить ежегодно стройматериалы в среднем более чем на 67,5 миллиардов сумм. В результате же модернизации Туполангской газ общая ее мощность достигла 175 мегаватт. А это выработка 467 миллионов киловатт-час электроэнергии в год. До модернизации таких удобств не было. А сейчас весь технологический процесс автоматизирован, что в частности сокращает время, которое уходит на запуск и выключение агрегатов. Работа по воплощению в жизнь перспективных решений в различных отраслях экономики продолжается с учетом имеющихся потенциальных возможностей каждой территории, что позитивно сказывается на их дальнейшем социально-экономическом развитии и в целом повышении благосостояния населения. Продолжение следует...